Здравствуйте! Вот и дошли мы до последнего из 12 подвигов, совершенных Гераклом по воле богов на службе у царя Микен Эврисфея. Рассказать о нем мне помогут книги. Это книга Николая Куна Легенды и мифы Древней Греции и книга Мифы Древней Греции Всеволода и Льва Успенских. Ну что ж, узнаем, как это произошло. Давным-давно, когда боги праздновали свадьбу Зевса и Геры на Светлом Олимпе, мать Земля Гея подарила своей внучке Гере свадебный дар. Золотые яблоки на дереве. Дерево это было чудесное. Говорят, что яблоки помогли возвращать молодость. Ну здорово! Если бы вам достались яблоки, которые возвращают молодость, что бы вы с ними сделали? Вот. А Гера была бессмертной богиней. К тому же еще на перах богов она вкушала нектар божественный, который делал ее вечно юной. Поэтому яблоки, возвращающие молодость, пусть даже золотые, были ни к чему. И отправила она чудесную яблоню на край света в сад Гесперит. Но чтобы никто до нее не добрался, поставила сторожить стоглавого змея Ладона. День и ночь сторожил змей, не смыкая глаз эту яблоку. Царь Еврисфей повелел Гераклу принести три золотых яблока в Микен. Легко сказать, принести. А где этот сад? Никто не знал. Вот и пришлось Гераклу искать туда дорогу. Всю Европу и Азию обошел герой, спрашивая пути в сад Гесперит. Никто не мог дать ему ответа. Наконец, дошел он до самой северной реки. Редан. Там встретили его нимфы. Сжались они над героем и дали ему совет. Обратиться с вопросом к морскому старцу Нерею, отцу тысячи Нереит. Все знает вещи, старец. Но неохотно делится он своим знанием. Надо подстеречь его на берегу моря, когда выйдет он погреться на солнышке, схватить и крепко держать, пока он не ответит на вопрос. Такой совет дали нимфы Гераклу. Так он и поступил. Долго бился и заворачивался Нерея в руках Геракла, превращаясь то в рыбу, то в змею, то в огонь, то в воду. Выбился из сил, морской старица сказал. Слушай меня, сын Зевса, и запоминай. Путь к саду лежит через море, в знойную Ливию. Дальше идти над морским берегом на запад, пока не найдешь до края земли. Там увидишь ты титана Атласа, который держит на своих плечах небесную твердь. Так наказан он за то, что посмел сражаться с олимпийскими богами. Сад нимфки спирит рядом, а вот как сорвать тебе золотые яблоки? Думай сам, стоглавый дракон ладон и близко не подпустит тебя к дереву Геры. Благодарю тебя, вещи старец, ответил Геракл. Еще одна просьба, прошу, перенеси меня через море. Кружной путь будет слишком долгим. Вздохнул Нерей и подставил спину. В тот же день, к полудню, оказался Геракл в песках знойной Ливии. Долго шел он под палящими лучами солнца, пока не встретил на своем пути великана, сына Гея и Посейдона, Антея. Антей заставлял всех путников бороться с ним, всех побеждал, а побежденных убивал. Пришлось и Гераклу бороться с Антеем. Долгой была эта борьба. Огромной силой обладал Антей. Гераклу удалось прижать великана к земле, но снова силой поднялся Антей. И так раз за разом Геракл прижимал его к земле, Антей вставал, отрываясь от нее все сильнее. Истекали силы героя. И вдруг он понял, Антей – сын самой Геи. Прикосновение к матери земле дает великану новые силы. Тогда Геракл, собрав все остатки своих сил, оторвал Антей от земли и поднял высоко в воздух. В ту же минуту Антей ослабел, и Геракл победил его. Больше Антей никого не мог убивать. Много еще опасности пришлось пережить Гераклу на пути к саду Гесперит. И вот достиг он края земли, где стоял великий титан Атлас. С изумлением смотрел на могучего титана, державшего на своих плечах весь небесный свод Геракл. «О, великий титан Атлас!» – обратился к нему Геракл. – «Я сын Зевса!» «Гераков, меня прислал к тебе царь Микен и Врисфей. Он повелел мне достать у тебя три золотых яблока, чтоб садила богиня Гера в садах Гесперит». «Я дам тебе три яблока, сын Зевса!» – ответил Атлас. «Ты же, пока я буду ходить за ними, должен встать на мое место и держать на своих плечах небесный свод. Геракл согласился. Он встал на место титана. Какая тяжесть легла на него! Как трудно Гераклу было держать небо. Болят плечи, подгибаются ноги, но не может он бросить свою ношу. А Атлас все не идет. Наконец титан вернулся. «Вот три яблока. Давай-ка я сам отнесу их Эврисфею, а ты пока подожди меня здесь». «Понял Геракл Атласа». «Хорошо», – ответил герой. «Только позволь мне прежде сделать себе подушку, чтобы небесный свод не давил мне так сильно на плечи. Подержи-ка минутку неба». Опять встал Атлас на свое место. А Геракл взял три яблока и сказал. «Ты уж прости, Атлас. Я держал свод неба, пока ты ходил за яблоками. Но вечно нести на своих плечах эту тяжесть я не могу. Держать небо твое, а не мое бремя. Да тебе это и легче делать. Прощай». С этими словами Геракл ушел от титана и снова пришлось Атласу держать на могучих плечах небесный свод. Вернувшись в Микены, герой отдал золотые яблоки Эврисфею. Но трусливый царь даже побоялся прикоснуться к божественному дару. И оставил их Геракла. Так завершилась служба Геракла у царя Микена. Двенадцать вместо десяти назначенных подвигов совершил Геракл. И теперь был свободен. Дар гиры, золотые яблоки остался в руках Геракла. Что же ему теперь с ним делать? Задумался герой. Вдруг он видел перед собою богиня мудрости Афина. Мудрость дороже молодости. И он протянул яблоки своей божественной сестре. Радуйся, владычица. Для кого добыл я их? Радуйся, брат мой. Ты добыл их для себя. Отведай их. Побори усталости годы и следуй за мной. Геракл последовал совету Афины и взошел на ее колесницу. А затем была битва. Битва между олимпийскими богами и гигантами, вышедшими из недр матери земли. Это были чудовищные великаны со змеями вместо ног, ростом доходившие до облаков и обладавшие невероятной силой. В гневе на Зевса породила их мать-землягея и сделала неуязвимыми для оружия богов. Лишь от оружия смертного человека не защитила она их. Не страшась смерти от руки богов, гиганты ринулись в бой. Они хотели отнять у олимпийцев власть над миром и разрушить его до основания. По всему свету разносился гром битвы. Вздыбилась земля, тьма за волокла неба. Сражаются боги, но не одолеть им гигантов без помощи смертного. И вот на колеснице Афин явился Геракл. Он поражает свои стрелы гиганта Алкиадея. Вот гигант Порфирион хватает Геру, но Зевс повергает его на землю своей молнией, а Геракл метким выстрелом лишает его жизни. Одно за другой мечет Геракл свои стрелы в гигантов, помогая олимпийским богам навсегда держать победу над силами хаоса. Вот и все. Так выполнил герой то, для чего был назначен. Говорят, что после смерти он был вознесен на Олимп, получил в жены дочь Геры и Зевса, богиню юности Геву, и как равный воссел среди бессмертных богов. Смертный человек по имени Алкиад, прозванный Гераклом, Герой гонимый и Герой прославленный. Он редко одевал доспехи, чаще ходил одетым в шкуру убитого льва, вооруженный дубинкой и луком, подобной древним охотникам. Он голыми руками укращал диких животных, очищал землю от чудовищ и навоза. Он в своих странствиях дошел до края земли и спустился в царство мертвых и вернулся из них. Он не боялся сразиться с богом смерти Танатосом, чтобы вернуть другу, жену и волки Стиду. Недаром Геракла изображали на позднеантичных саркофагах. Он сам заслужил бессмертие для себя, но не в спасении другим. Не ради собственной славы, не ради богатства, но по воле богов и из любви к людям совершал герой свои подвиги. Наверное, поэтому он и почитается до сих пор как величайший из героев Эллады. А мы заканчиваем на этом рассказ о 12 подвигах Геракла. До новых встреч!